Вторые сутки продолжаются поиски трехлетней девочки, пропавшей во время отдыха на реке Пре. На пресс-конференции, которая была организована в пятницу, 18 мая, начальник главного управления МЧС России Паризанской области Сергей Филиппов сообщил, что в поисках принимают участие 35 человек и порядка 10 единиц техники. В том же районе продолжаются поиски мужчин и, по всей видимости, также утонувшего в реке. В этой связи хотелось бы обратиться к населению области, к родителям, не оставлять детей без присмотра. И в целом лучше, конечно, отдыхать и купания у нас, они определены в специально оборудованных местах, это где созданы пляжи. На учете в главном управлении МЧС России Паризанской области стоят 46 пляжей, из них 7 пляжей находятся на открытых водоемах, которые принадлежат детским оздоровительным лагерям. На пресс-конференции также присутствовали представители различных министерств, в том числе старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России Паризанской области Анжелика Евдокимова. Она рассказала о той работе, которая проводится ведомством в отношении пропавшей девочки. Заследственная проверка, она только организована, и сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшей трагедии. А уже по результатам проверки будут приняты соответствующие меры. Как я сказала, если будет выявлена какая-то преступная небрежность со стороны взрослого, то возбуждается уголовное дело. Если же будет установлено, что произошел несчастный случай, принято решение об отказе от возбуждения уголовного дела. Ну и, естественно, я не знаю, будет ли в этом конкретном случае что-то выявлено дополнительно, чтобы следователь внес информацию в органы местного самоправления, поскольку, насколько нам известно, мама с детьми не собиралась купаться. Прокуратура со своей стороны ставит вопрос, надлежащим ли образом родители выполняли свои обязанности по воспитанию детей. В данном случае нет пока никаких оснований говорить, что мама ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, чтобы ставить вопрос о привлечении ее к административной ответственности. По сути, главный вопрос, обсуждавшийся на пресс-конференции – меры безопасности, которые должны быть предприняты во время отдыха детей на воде. Здесь ответственность лежит не только на органах местного самоуправления, но и на родителях. Им следует выбирать для отдыха только специально оборудованные места, а также быть предельно внимательными. И с умом организовывать досуг детей во время летних каникул. Статистика гласит, несчастные случаи происходят с теми, чей летний отдых не организован должным образом.